Я вас всех приветствую. Слава нашему Господу, что мы опять здесь. Самое главное, когда мы сюда проходим, здесь Господь. Это самое главное. И мы приходим в первую очередь к Нему, а также и к друг другу. Мы действительно без друг друга не можем, как Анатолий сказал. Мы нуждаемся в друг друге. Без друг друга что-то нам не хватает. Слава нашему Господу. Сегодня я свою тему назвал «Если не умеешь, учись, упражняйся». Вот такая пропасть. Может, она сегодня пройдет мимо ушей наших, но она как-то сегодня легла мне на сердце, и я ее хочу принести. И для этого места или для этого названия я взял первое место из первого... Нет, не первое, а Тита. Тита только одно. Тита 3, 14. Тита-то там очень мало, всего 3 главы, 14 стих. И тут написано. Пусть и наши... Вы все наши. Пусть и наши учатся упражняться, упражняться в добрых делах, удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Вот такой интересный стих. Может, кто-то видит, что вот другая церковь, а что у нас? У нас никак другая. А тут он говорит, пусть и наши, если там делают добрые дела и чем-то отличились, что тебе понравилось. Говорит, и наши пусть упражняются. Упражнения, знаете, что такое? Пусть упражняются. А с чего? Имеет сверхъестественную силу? Нет, тут написано сначала со всех простых вещей. Упражняется в добрых делах. Удовлетворение необходимым нуждам, необходимым, дабы не были бесплодны. Что такое упражнение, вы все знаете, да? Мы уже иногда приводили тут примеры, когда тут стоим впереди для таких вещей. Иногда мы сюда приводим, потому что самое большее, наверное, чем интересуется сегодня, это, наверное, футболом. Все смотрят футбол, и они смотрят, как эти футболисты каждый день упражняются. Упражняются, упражняются, упражняются. Вот он знает, все правила знает, знает все про футбол. И все равно упражняется. Что он упражняется? Чтобы что-то сделать лучше. И вот Бог, он ревностный Бог. Он говорит, за вами наблюдают. Мы, может, наблюдаем за другой церковью, за другими христианами, да? А кто-то за тобой наблюдает. И Бог говорит, он ревностный, он видит, говорит, я вижу, как кто вот сегодня у нас в вечере, как приступает кто к вечере, да? Там же четко написано, что он наблюдает за этим. Вот он сегодня за каждым из нас наблюдает. И он наблюдает за нашей жизнью. И кто-то говорит, ну, я себя знаю, я уже пробовал, у меня не получается. Вот я знаю, что я, вот тут у меня минус. Вот тут я с собой сам недоволен. Я бы хотел по-другому, но у меня не получается. Я уже пробовал. А он говорит, упражняться. Представляете, упражняться. Знаете же, что происходит? Вот кто-то меня разозлил, а я на него наорал. Потом пришел перед молитвой вечером. Говорю, Господь, я, по-моему, что-то неправильно сделал. А Бог тогда говорит, Духом Святым, упражняйся. Я в следующий раз говорю, Господь, помоги мне лучше сделать. В следующий раз я так же в ответ накричал. Потом пришел Бог, говорю, Господь, у меня опять не получилось. Бог говорит, упражняйся. Потом я дома упражняюсь. На меня наорали. У меня вспыхнуло сердце. И я, прости, я говорю, тебе нельзя. Я тебе чего-нибудь могу помочь? Я дома упражняюсь. И меня послали далеко. Ну, не страшно. Если что, я, я, если тебе что-то нужно, я, я, я готов. Ты можешь ко мне сюда обратиться. Ну, это очень сложный ответ. Знаете, бывает, могут обратиться, когда тебе совсем не подходит. И ты можешь выдать больше от себя, чем тебя раздражали. И надо упражняться. И вот Бог говорит, пусть наши упражняются. Оказывается, мы думаем, ну, я пришел к Богу. Бог, Он сверхъестественный. Он сильный. Он может просто послать мне какому-нибудь проповеднику. Они выгонят из меня плохих духов. И все, я как золотой все могу. Это неправильно. Вообще в Библии такого он никогда не находил. Вот в Библии нахожу. Говорит, упражняйся. Оказывается, ты смотри, я думал-то, Бог всемогущий, Он великий. Я пришел. Он рак исцеляет. Как он мой характер не может изменить? Мои нервы погасить? Нет, оказывается. Бог говорит, слушай, ты упражняйся в этом деле. Как тебе этим обходиться? Чтоб тебе лучше получалось. Вот Матфея 7, 19, 20. Мы это место часа читаем. Обыкновенное место, которое я сейчас и уже, по идее, как пример, привел. Наше поведение обычное. И тут Иисус учит, как мы с нашим поведением или должны обращаться. 7 глава, 19, 20 стих. Всякое дерево, не проносящее плода, доброго, сурбает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Это не Бог говорит, да? Кстати. А то кто-то подумает, о, если у меня плодов нет, у меня Бог в огонь. Он говорит, дерево. Я думаю, у нас в России, у нас в огороде было очень много деревьев. И если дерево растет, плодов нет, бывает такое, не знаю, от чего зависит, нет плодов. Место занимает. Его спиливаем на дрова и там новое посадим. И Иисус говорит, что в мире вот так действуют люди. Это не люди, которые движутся Богом. Вот у тебя плодов нет, которые Он от тебя хочет. Значит, Он для себя тебя срубил. Ему нельзя пойти, спросить что-то, помочь, помоги, или сделать то, или то. Он все равно не поможет. Оскорбить может быть еще на мою просьбу. И все, и Он этого человека уже в своей жизни срубил. И Господь хочет им сказать, вот, слушай, вот, ты Ему так хочешь рассказать про Меня. Обо делами Он тебя уже срубил. Ты для Него не существуешь. Он тебя не слышит. И твои слова для Него хоть что, говори грязь. Потому что, что говорит? И так, по блатам узнайте их. Он тебя уже определил, кто ты. Красивые слова. Не спасу тебя. Он тебя определил. Кто ты. Потому что не слова тебя говорят, кто ты, а дела твои говорят, кто ты. А потом я говорю, Господь точно увидел в себе что-то. Но я не могу. Я такой есть. И Бог говорит тогда, упражняйся. Начни вот дома просто, как некоторые говорят, перед зеколом тренируются. Упражняйся. И вот такое занятие христианина. Я вообще не ожидал такой, Господь. Я христианин. Это пусть школьник там упражняется. А я что ли должен упражняться? Да, ты должен упражняться. Да. Ты должен просто-напросто упражняться. Вот если кто-то идет учиться, все хотят выучиться на права, чтобы машину возить. Правила выучил. Все знают, что в Библии написано. Теперь поехали. Ой, не могу, машина на меня едет. Нет, я боюсь. Первый экзамен. Не знаю. Теория сразу. Что в Библии написано, всем расскажу. Трудно мне рот закрыть. Все правила знаю. На дороге не могу. Начинаю ехать. А дел нет, а дел нету, Господь не получается. Второй экзамен провалил вождение. Не получается. Третий провалил. Знаю, человек одного семь или восемь раз провалил. Не, все, брошу, не могу. Я одному этому человеку говорил, которого восемь раз провалил. Я говорю, Бог с тобой. Упражняйся дальше. Плати еще деньги. Бери учителя. Упражняйся. На восьмой раз или на девятый сдал. Долго пришлось упражняться. Сдал. А Бог говорит, а почему у меня не хочу упражняться? У меня тоже надо упражняться. Те дела, которые я хочу, я хочу, чтобы упражнялись. Никто об этом не задумывается. Хочу по шучьему велению. Ты Бог всемогущий. А Бог по-простому. Что делал Бог? Пришел в Иисусе Христе на землю. И сказал, с кем? Стал человеком. Другим человеком. Что он стал? Он стал сыном. Родился от человека. Сын. И теперь уже как сын надо быть Богом в человеческом теле. И написано, как Иисус трудился. Через страдания. Он проходил, проходил. И навык, или как сказать, научился, или как навык, там, прийти правильно. Ну, я скажу по-простому. Научился, натренировался быть правильным. И Бог также нам говорит, вот я тебе научил, ты прочитал, выучил. А теперь оттренируй это, чтобы это уметь. Это уже более сложно. И бывает, не идет. Но если я буду упражняться, как в Библии написано, то у меня получится. И поэтому Бог хочет, чтобы мы не завались. Он нас оптимистически сюда настраивает. Другой настраивает, говорит, нет, все по науке не идет. А Бог оптимистически. Только верь. Все возможно верующему. Верь. Верь и упражняйся. И тогда все получится. И вот 1 Петра 3, 9. Тут 13 стиха, может, я прочитаю. То, что Иисус говорил. Но я прочитаю, что Иисус говорил, а уже теперь Петр это говорит. Эти же слова. Или подобные слова. 1 Петра 3, 9. Не вызывай злом на зло или ругательством на ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Теперь смотрите тут, что Петр говорит, что мы призваны к тому, чтобы получить благословение. Извиняюсь. И чтобы получить благословение, я так понимаю, Он говорит, вы должны благословлять. А благословить в каком случае, когда тебе делают зло? О, я могу благословить. Пришел к маме. Мама, дай деньги. Мама, дай. Спасибо тебе. Будь благословлена. А когда сделали зло? Я вам рассказывал, да? У меня врагов вообще нет. Но каким-то образом я иногда людям оказывался врагом. Я вечер рассказывал, например, как были соседи, которые не приветствовали, и шукли плотом, как там плохо разговаривали. Если им говоришь, здрасте, они не реагируют. Такое каменное лицо. Молчат. И ты знаешь же, что там. Ладно, не зло там, не делай тебе. Хорошо. И я им, здрасте. А они не отвечают. До полгода. Потом уже почти в гуку кричат. Доброе утро. И лицо не злое, а доброе. Знаете, вот все, кому я был врагом, не знаю, по какой причине, я им тут зла не делал. Все стали хорошие. Все. Люди добрейшие. Знаете, любят, разговаривают. Такие нет, что дальше некто. Я говорю, я рассказывал, на работе у меня один был. На меня орал перед всеми там, и не знаю, какой я был. Я им пристали, и спрашиваю, что тебе надо? Скажи, пожалуйста. Скажи, что тебе делать? Я тебе сделаю. Сегодня лучший на свете. Лучший. Не надеешь в фильме лучшего. Знаете, не отвечай злом на зло, а благословляй. Это трудно. Когда не могу, упражняйся. Упражняйся. И не простых таких вещах. Говорит, в ежедневных нуждах. Представляете? Нуждах. Вот если у человека нужда, и все. Вот, например, вчера сестра Света, своего племянника, отвезла в аэропорт. Я вроде бы ничего такого не сделал. Он мне вчера пишет, брат, все, брат, брат. И все, сегодня опять пишет, брат, передай в церкви всем привет. Помолитесь за меня. Я вас всех люблю. Не знаю. Вроде я ничего не сделал. Теперь стал братом. Что ты нашел? Когда правильно обращаешься, когда не судишь, когда, я не знаю, ну, правильно, я не знаю, что он нашел. Человек приобретает другой образ. Он увидел какой-то плод. А когда увидел плод, Иисус говорит, в мире так, плода нету, дерево срубили, нас срубили. И, говорит, по плодам вас определяют. А когда увидели плод, теперь, я думаю, я могу при возможности и о Иисусе рассказать. Потому что теперь, наверное, уже более открыты. Если было закрыт, то теперь открыт. И можно это использовать. И вот Иисус говорит, Он не сказал, что это так в небе, если нет, тогда срубает и вращает в огонь. Он говорит, вот это у нас такая у нас мерка тут у людей на земле. Простая мерка. Жестокая, но она так есть. И говорит, поэтому по плодам. И кому это? Он говорит, он говорит, нам. Я хочу, чтобы у вас были плоды. А я не могу. Плоды обыкновенные, нужны, да, мы читали. Обыкновенные сегодняшние, что добрые дела, ежедневные потребности, друг к другу сначала начинается, соседу, кому-то не его, коллеге, рабочему. Говорит, в нуждах. Учись это делать. Это мало кто умеет, знаете. Даже как христиане, мы мало кто умеем это. Нам это очень трудно. Своим легко, знаете. Мы всегда сраим, что я делал своим. А Библия нам учит тем, кто не свой, тем, кто враг. Я зачитал, да? Враги. Я вот только один стих тут зачитал пока. Не вызывайте зло на зло, те, кто враги. Иисус говорит, я, может, себе записался. Он говорит, любите ваших врагов. Это же трудно сделать. Как это сделать? Там только упражнения. Действительно, только вот как спортсмен занимается, как вот, я говорил, да, человек учится на, на права, выучить легко. А вот упражнения сделать, это не всегда удается. И человек должен упражняться. Пока не получится. И вот тут человек не хочет. И верщицик обычно говорит себе, у меня нету дара, у меня нету способности. Все. Думает, ну, Господь, ты же виноват, ты же мне не дал способность. Нет, нету же дара. Ты, если хочешь меня иметь другим, тогда сделай мне таким. Мне многие говорят, ну, Бог же меня таким создал. Мне отвечает. Я говорю, Бог, я таким не создавал. Нет, говорит, Бог не создавал таким. Вот тебе отговорка. А что ты не сказал тогда, когда ты права не мог звать, что тебе Бог таким создал? Почему ты дальше тренировался? И вот Бог хочет. Он говорит, упражняйся. Упражняйся, пока не получится. Простой такой метод, каким я добиваюсь, делать сначала самые простые вещи, да, потребные, нужные в течение дня, добрые дела. А потом уже будет идти и дальше, и дальше. И вот тут просто вот так описывается, тут уже как бы десятый и по тринадцатый стих. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживаясь язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Каждый знает, что если я это не умею, то у меня это не будет получаться. И в этом нужно взять и потренироваться. Даже дома просто пересыпаясь в мыслях, просто взять и потренироваться. Представьте ситуацию, где не получается, и попробовать так. С этого начать. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Как я к этому буду? Ну, стремлюсь, но мне не получается. Хочу я, но пробовал уже, не идет. И тогда он говорит, пусть и свои тоже упражняются. Не говорят, что другие могут, у других лучше, или другие там учат чему-то. Не, научить легко. А вот упражняться, это уже вещь сложная. Двенадцати. «Потому что отчи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». Но чтобы истребить их земли, это уже тут дописано, это вообще в Библии не стоит по-настоящему. Это там в скобочках. Боже тут как стоит? А тут тоже. Это к Библии не относятся. Это кто-то хотел помочь. Я думаю, он повредил этим больше. Бог не истребляет сразу. Бог хочет спасти отвергнутых. И вот Бог пытается благословлять и говорит, что Его очи обращены. кто-то скажет, мне Бог сегодня не видит, не слышит. Бог очень хорошо меня видит и очень хорошо слышит. Но Он говорит, если ты не слышишь другого, есть же в Библии, тогда я не услышу тебя. А уже не то, что Он не слышит, а сознательный шаг Его. Потому что как человеку разуметь? И вот Бог говорит, что когда мы делаем добро, я тебе буду делать добро. когда ты являешься благословением других, я еще буду больше благословлять тебя, чтобы ты мог быть другим благословением. И что через это происходит? Через это происходит, что открывается кто я. А если ты не можешь, говоришь, у меня нету, Бог мне таким сделал, и ты не тренируешься, ты скрыл кто есть Бог. Говоришь, я не могу. Бог с этим не согласен. Бог хочет, нет, ты мое дитё, я тебе сделал по моему образу, и я хочу, чтобы ты поступал как я, чтобы тебя узнали, чтобы меня узнали в тебе. Это план Божий. И он хочет, чтобы такой человек делал. И человек, конечно, это трудно, легко прийти, чтобы Бог делал чудо, Бог благословил, Бог Духом Святым наполнил, и сверхъестественное произвел. Конечно, это здорово, это хорошо, это все нам нужно, это прекрасно, но есть вещи, где у нас, вот мы идём, и не идёт по жизни, вот не идёт, и всё. И они ищут, где ответ. Я уже всё припробовал. Уже, как я уже говорил, и ходил изгоняющим бесов, и ходил на помазание, и куда только не ходил, но не меняется. А в Библии нам просто говорит, упражняйся. Так по-человечески, это такое человеческое, что мне неинтересно, мне хочется, чтобы было Боже, по-божему, по-сверхъестественному. А это мне трудно принять, и трудно даже слушать. А Бог хочет это. И вот мы должны, вот люди, уметь прислушаться к Богу, и уметь это делать. Он же не просто так, говорит, потому что Отче Господне обращены к праведным. Я могу из них стать, а могу ими не быть. И уши, к молитве их. Я молюсь, он не слышит. А один молится, и его не слышит. А почему? Потому что, может, чтобы не остались, мы начали первое место без плода. Плодов нету, и Бог сознательно не слышит. Потому что Бог хочет, чтобы мы были плодонощащие, приносили много плода. И 13 стих. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? А это уже тут просто говорит, даже само, опять, уже не Божье, а просто человеческое отношение. Просто говорит, уже тебе даже просто никто не сделает зло, если ты делаешь доброе. Вот тебе сделали зло, а ты ему добрая. Это зло придет момент, прекратится. Как я вот привел пример, я вроде бы никого врага у себя не имел, но кому-то по какой-то причине я был врагом. Но они стали потом друзьями. И он говорит, кто тебе сделает зло, если ты делаешь доброе? То есть само по-человечески уже это работает. И вдавал к тому, Бог тебя видит, Бог тебя слышит, Бог тебя благословляет. Представляете, Бог слышит мои молитвы. Я всегда говорю своим сердцем, Господь, почему ты не слышишь? Слышь же мои молитвы, почему ты другие меня не слышишь? А тут написано, чьи слышат молитвы? Совсем такой простой ответ. Матфея, 5 глава, 44-45 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите недовидящих вас и молитесь обижающих вас и гонящих вас. Я люблю это место, я его очень-очень довольно-таки часто в своей жизни читаю. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повыливает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот Бог говорит тут, что Он ко всем пытается пробиться, чем добрыми своими делами, благословляющие. А 44 стих говорит, что у человека не так. У Бога так, а у человека не так. И Бог, Он ревнитель. Он говорит, ты мое дитё, я хочу, чтобы у тебя было тоже так, чтобы ты не просто на бумажке назывался моим дитём, а реальности был моим дитём. А как мне это сделать? Я это уже пробовал, нету таких даже чувств. Как я могу благословлять проклинающего меня? У меня нет этих чувств. Остается только один выход. Упражняться. Или есть еще другой выход. нету другого выхода. Выход один. Но мы почему-то этот выход не видим. Или христиане и в большинстве случаев его игнорируют. У меня этого нету. И всё. Но Бог не говорит всё. Бог хочет, чтобы это у меня было. И Он добивается от нас. И Иисус добивался от нас, чтобы это у нас было. Слава Ему за это. Аллилуйя. И вот эти вещи это тут, конечно, Иисус Он мало говорил, да, я так скажу. И у Него мало, по идее, времени было на земле. Он за три года сделал невозможное для всех людей вместе взятых. и поэтому, я думаю, Он делал кратчайший путь всегда тому, что Бог в итоге хочет от нас видеть. Другой бы там начал, вот как мы читали, начали в Тито, да, пусть учатся делать добрые дела, чтобы не были без плодов. А Иисус, видите, Он про добрые дела говорил, но Он какое совершенство сразу бьет. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. В общем, катастрофа. Я себе не могу вообще представить эту жизнь в такой ситуации жить. Вот можете кто-то представить? Ты враг, тебя проклинают, тебя ненавидят, тебя обижают и тебя гонят. Вот эта ситуация. У кого-то там депрессии будете жить, не будете ходить. Это же катастрофа, это как на войне. Враг против врага. И в этой ситуации Бог нас учит, что мы должны быть свидетелями. В этой сложнейшей ситуации. почему сегодня я так всегда себе задаю вопрос, как многие задают христиане, а почему сегодня люди не спасаются? Конечно, причин много, естественно. В таком количестве, как бы хотелось, я имею в виду, люди спасаются, но в таком масштабе, как бы хотелось. И многие всегда говорят, самый большой ответ мы не можем нести. Естественно, если я несовершен, если я не умею благословить проклинающего меня, конечно, я не могу нести. Это понятно, что я не готов, но мой вообще ответ дальше, что я не могу делать в итоге или оказать любовь там, где никак о любви речи быть не может. Никак. И вот Бог учит учись упражняться. Упражняйся. Не просто учись, выучить я могу, а упражняйся в этом теперь, то, что ты выучил. И упражняться вот эти вещи делать таким людям. И тогда, конечно же, намного больше у людей бы открылось сердце, и они бы уразумели и, возможно, пришли бы к Богу. Это один из путей. Иисуса же ненавидели, апостолов всех убили. Кто-то их любил, кто-то за них был готов отдать свою жизнь, а были такие, которые их ненавидели. Но ни Иисус, ни апостол никто не остановился. И в одном месте в Библии есть «Я другим человекам приношу вас и хвалю вас за то, что вы переносите страдания, гонения переносите, что вы с этим справляетесь. Что это значит? Они научились, они тренировались, и они научились как оппозиция с этой ситуацией, с этими людьми, и чтобы все-таки быть свидетелями. И поэтому я думаю, никому из христиан сегодня, ну как никому, кому-то может это в какой-то ситуации плохо, но так грубо сказать, не так плохо, как это было первым христианам, когда Иисус ушел, когда апостолы пошли. Там написано им забирали имение, их гнали, их убивали, и они все равно распространили. А каким образом распространили? Именно тем, что они тренировались делать вот эти Божьи дела. Тем людям, которые гнали. И потом эти люди ломались, они видели истину, они приходили к ней. Бог хочет, чтобы мы его истину нанесли. Мы сегодня на этой земле живем. Знаете, мы, конечно, хотим хорошей жизни. Я только что-то читал. Кто хочет хорошие дни иметь на земле? И мы себе эту хорошую жизнь устраиваем, чтобы не было проблем, чтобы у меня не было врагов, чтобы у меня были деньги. А как бы на зло не отвечай злом. Простые вещи. Начинай делать добро просто к этим людям. Относись не так, как они относятся. И таким образом ты построишь вокруг себя правильную атмосферу. Совсем в другом направлении Бог идет. И нашим поведением мы себе устраиваем хорошую жизнь, чтобы нам было хорошо. И самое главное, Бог меня видит, Бог меня слышит, и Бог меня благословляет в этой ситуации. Я прохожу через это. А Бог хочет, чтобы мы были свидетелем. Бог желает спасать людей. И Он это спасение еще не закончил. И Он хочет, чтобы каждый нас был в какой-то мере спасителем, свидетелем вообще в первую очередь характера Божьего, а потом его и силы. Но в первую очередь характера Божия, какой Он есть. Это Он открывает через нас, через своих детей, чтобы люди видели разницу, кто такой Бог. Не просто они придумывали там, находили ошибки, и потом вот эти ошибки, а чтобы они ломались, написано, делайте добро, чтобы заграждать уста невежественным людям. как я могу, если ему рассказывать, что в Библии написано, что я его учил, а дел нету, я его устану, не загрожу. Там написано, делайте добро, и когда я добром его сердце просто сломаю, тогда он скажет, не, ну, хватит мне уже грязь лить и придумать. Дела у него-то другие. А этим делам как я могу научиться, если у меня нету? Упражняться. Другого выхода нету. Но я скажу, не, я не хочу, это у меня большая нагрузка. Конечно, это каждый может сказать его решение, но Бог нас вообще призвал не к легкой жизни, а Бог нас призвал к труду, вот этому сверхъестественному труду. Я могу сдаться и жить и легкую, жизнь, которая водичка несет по течению, а я могу идти против течения по воле Божией. Это труд, но это Бог от нас хочет. Но я всегда задумываю, Господь, это целая жизнь, жизнь вложить. Знаете, раньше когда пели песни, вот сегодня мы тоже пели песни, жизнь вся моя твоя. Я раньше когда пою, думаю, Господь, я боюсь тебе отдать это, 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 это. Если я тебе отдам, ты мне заберешь то, что я знаю, я так думаю, человек. А сейчас я все больше и больше не боюсь эти слова говорить. Я говорю, Господь, жизнь принадлежит тебе. Бог у нас ничего не заберет. Знаете, что нам нужно? Он умеет, он муд, он любящий, он заботящийся. Это нам лукаво дает, что он нам все заберет. Но он хочет, чтобы он стоял на первом месте, и мы готовы были для него работать и делать. А это, конечно, ни в коем случае не жизнь лентяя. Сразу могу сказать. Это жизнь трудящегося. Это, это в любом случае. И наша жизнь становится хорошей, когда мы послушным Богу делаем эти дела. 1 Петра, 2 глава, 23 стих. 1 Петра, 2 глава. Будучи засловием, он не злословил взаимно. Тут говорится о Иисусе, да? Мы уже об этом говорили. Теперь про Иисуса. Он проходил другой путь или нет? Но не прошел. Он прошел. Он стал, как я говорил, стал как человек, как сын человеческий, да? От человека рожденный. Сын человеческий, Сын Божий. Он туда пришел. В это же состояние, в котором находимся мы. И тут, будучи засловием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Да? Вот эти, кто-то побьет тебя или еще что-то. Да? Не угрожал. Но предавал то судьи праведному. Просто. Я теперь скажу, я вначале начал о Иисусе Христе. Мы можем сказать, да, но Он был Бог. Нет. Он был Бог, но Он, как человек, пришел в той же, той же слабости. и навык послушания написан через все эти, что ему надо было проходить. Да? Но Он стал послушным. Он раз прочитал, или Бог ему открыл Духом Святым. Упражняйся. Все. Он был послушен. Да? И Он упражнялся тогда. Тут все не написано, но раз Бог нам говорит это, то Иисус все это пришел. Написано, что Он все прошел. Просто тут написано, что Он не засловил, не угрожал. Да. Но как-то, как человеку надо было туда прийти, он же не родился совершенным. Ему надо было как-то с этим бороться, обходиться с этим. Естественно, упражняясь. Проходить и совершать тот же самый путь, который Бог теперь от нас ожидает. Римлян, 12 глава, 17 стих. Римлян, 12 глава, 17 стих. Я еще два места и я завершаю. Никому не вызывай злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Вот смотрите, как она потом по Библии распространяется, что апостолы, они евангелизировали. Как они достигали, я говорю, людей? У них была ситуация хуже. Их всех убили, кроме Аана. У них была хуже ситуация, чем у нас. И они это учили церквям. И церкви есть, я говорю, написано, где они хвалят о церквях другим церквям, как они поступали. И вот он тут говорит просто, потому что это проблема, и человек автоматишь зло за зло. Это как нормально. Вот дерево не приносит плод, ну что я его буду держать? Я его срубил. Если человек это делает мне зло, значит, я ему сделаю зло. Но тут вот римлян, это апостол Павел прислал, я думаю, или Петр, не знаю, я думаю, апостол Павел. И он учит, что говорит, таким образом вы к людям не откроете сердце Бога. А Иисус сказал сердце Бога, говорит, над злыми и над хорошими. Он одинаково всех благословляет. Если вы хотите, чтобы Бог открылся, вы не можете злому сделать зло. Но я не могу, у меня нет этого. Упражняйся. Ответ один. Упражняйся. Все, нет выхода другого. никому не вызовай злом за зло. Но пекитесь, не просто делай его, пекитесь, слово такое подобрали. Заботь пекиться можно о своем родственном, который лежит в кровати и ничего больше не может. А здоровым родственникам не будут пекиться, он сам может. А тут написано, что о людях, которые зло делают. вот это изменение. Я это сейчас услышу, выучу, что это Божие, но делать я не могу. И скажу все Господь. Хорошая профила, спасибо. На этом закончу. Нет, Бог хочет, не можешь, упражняйся. Чепует такая ситуация в жизни. Упражняйся. И вот какое чудное слово. Но пекитесь о добром пред всеми людьми. Злой, хороший, перед всеми. Только таким образом можно нести действительно эту благую весть, добрую весть, которую Бог всем людям Иисус Христе предлагает. Другого выхода нет. И если ты говоришь, Господь, я бессилен, я не могу, я уже все перепробовал, я уже 40 лет моей жизни молюсь, ничего не изменилось. Господь скажет, как этому богатому одно тебе осталось. Упражняйся. Упражняйся. И последнее место, которое я хочу читать. Первый Тимофея, четвертая гласа, мой восьмой стих. Первый Тимофея. Бог не хочет, да? Вы знаете, как нам трудно удержать свой язык, который выражает, я сегодня много вещей взял про зло, потому что тут наши эмоции, все сгорает, и нам трудно удержаться. Мы знаем в церкви с братья, сестер, как часто нам трудно удержать и эмоционально показать, что я недоволен, я обидуюся на тебя, я оскорблю тебя и покажу тебе что-нибудь. не получается. Правильно, по-человечески правильно, но Бог говорит, пекись об этом человеке, чтобы это у него перестало. Я не говорю там где-то далеко у кого-то, это у нас, у нас среди нас, не только у нас, это среди всех христиан на свете, это не получается. Выход один упражняться. Другого выхода нет. И вот последнее место я хотел зачитать. Первое Тимофея. Первое Тимофея 4, 7, 8. «Негодный же и бабе и басне отвращайся, а упражняй себя благочестие». Это 7 стих. Сейчас сестры, пожалуйста, вы не обижайтесь. Я посмотрел Библию таких. Вот это бабе и басне несколько раз встречается, не один раз. Мы знаем, что в мире женщина словить трудно. знаете, особенно в России, там, не знаю, это культура или что, мужчину легче остановить, чем женщина бывает. И просто о чем попало. И видимо, когда приходит Бог, этому трудно поменяться. И он тут говорит, смотрите, «Негодный же и бабе в басне отвращайся, а упражняй себя в благочестие». Кому эта речь тут идет? Вы знаете, кому? Первый Тимофей – это Павел учит Тимофея. Тимофей, он был пастор, он был учитель, он заботился о церкви. И он говорит ему, «Слушай, у тебя еще сколько много? да? Ты мужчина, но ведет себя, как вот бывают такие многоговорящие женщины. Он говорит, это прекрати, но ты скажешь, ну, знаешь, сколько пробовал, не получается, а иногда мне злом так раздражат, что все, я не могу, мне вывели просто. А он говорит, упражняйся благочестием. Упражняйся. У него не получалось, он проповедник, он учитель. Он ему говорит, упражняйся. Не кому-то, а этому, того человека, который стал пастором церкви, он ему говорит, упражняйся. И дальше ему приводят пример. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. И слушайте, имея обетование, это обещание от Бога на настоящую жизнь и на вечную жизнь. Посмотрите, что он ему говорит. Тимофей, ты болтлив, у тебя много басней, и ты хочешь сказать, что тебя Бог таким сотворил. Он говорит, упражняйся. От этого зависит, что Бог сделал с твоей сегодняшней жизнью, и что Бог сделал с твоей будущей жизнью. Просто же, да? Он говорит, твоя жизнь теперь сегодня уже зависит от твоего упражнения. Что ты будешь упражняться? Чему ты будешь упражняться? От этого зависит твоя жизнь. Сегодня здесь, насколько тебе Бог здесь сегодня будет слышать, насколько Он будет на тебя смотреть, тебя видеть, и насколько Он тебя сегодня здесь благословит. и в вечности. Какой пример? Павел это все прошел. Тимофей в начале пути. И он ему говорит, у тебя выход один. Ты скажешь, я все сделал, ни одно еще ты не сделал. Упражняться ты еще не упражнялся. Ты выучил, ты все знаешь, что я тебе сказал, но ты еще не упражнялся. Так просто он говорит. Что такое благочестие? Это послушание, спокойствие, приличие, благопристройство, или как благопристойность. обратное этому самовольный, бунтарь, да, и все прочее. И вот благо, как бы, упражняйся благочестие, эти вот, эти правильные вещи, которые все люди сразу видят. Мы начали с того, что упражняйся делать добрые дела, или в необходимых нуждах, самое, что необходимо, что не избежишь. А сейчас уже Тимофею теперь упражняйся, мы перешли в довольно-таки высокий уровень. И раз он это говорит Тимофею, который служил Богу, если я взял и посмотрел, вот я прочитал все такое благочестие в словаре, я вам сказал, что написано, а по отношению к верящему, как Тимофей, который хотел Богу служить, я посмотрел, что же там благочестие обозначает? Там благочестие в этом случае обозначает, у него теперь другой взгляд, это не просто послушный, недрочливый, не делать споры, а это почитает Бога, боится Бога, Бога послушный ему, все заповеди как бы принимает не так, ну, это мелочь, это пустяк, не за то, что это Бог сказал, и от меня хочет, и я должен это исполнять, что благочестие, это когда он действительно Бога почитает тем, кто он есть, и ведет перед ним себя таким, как Бог от него хочет его иметь, это благочестие по отношению к Богу тогда, и вот тут ему он теперь сказал, слушай, Тимофей, ты, наверное, в жизни много умеешь, и я тебя не просто так избрал сюда для пастыря, но по отношению к Богу, по отношению к Богу твоей благочестии, она еще так, так, так далеко, и тебе нужно упражняться, чтобы твое отношение было теперь благочестиво по отношению к Богу. Начинаем, чтобы у нас было благочестие по отношению к людям, чтобы мы могли тренироваться или упражняться в добрых делах и в необходимых нуждах, да, я не могу сказать там, ну, кто-то там болеет и говорит, можешь мне пойти хлеб купить? Сосед сказал, я скажу, да нет, ты меня всю жизнь там материл и проклинал, и найди себе кого-то другого. Нет, это была необходимая нужда, человек заболел, не может и хочет, чтобы ты сходил за хлебом к нему в магазин, сходи, принеси, забудь, что было и не подноси ему под нож, что вот он всю жизнь такой был. Вот это есть по отношению к людям и потом по отношению к Богу, да, и вот в итоге Бог хочет упражнять, он говорит, ты упражняйся в благочестии, в благочестии, если он ему говорил, он говорит, перестань вот эти человеческие вещи говорить, которые не нужны, а ты смотри, ты призван Богом, будь благочестив твоему призванию, мы призванные Богом, мы его дети, мы должны быть благочестивы к его призванию, что мы его дети, мы не должны поступать по-другому, а что не получается, мы должны упражняться. И тогда Бог нас слышит, Бог обращает на нас внимание, Бог слышит наши молитвы, наши просьбы, Он на нас реагирует и нас делает, чтобы нам было хорошо на всех наших путях. Ему честь, слава, благодарность. Аллилуйя. Аминь. Аминь.